Амутинский бизон Время к обеду, а машины только начинают движение к полю. И так почти каждый день. Причина – зерно мокрое от росы. Для уборки не подходит. Тормозят работу и осадки. Дождь сбрызнул, стоим, ждем. Поддуло, поехали. Как-то так вот. Все силы брошены на уборку пивоваренного ячменя. Хозяйство Апеновское, единственное в области, занимается этим сортом. Урожай уходит на омское предприятие. Там из тюменского ячменя получают солод, который пойдет на производство известных марок пенного напитка. Причем контракт на поставку ячменя заключают еще весной. Сельхозпроизводителям это дает уверенность и обеспечивает стабильность. Известная, скажем так, цена и объемы, которые у нас купит заказчик, нам они уже известны весной. И мы можем спокойно планировать свой бюджет, расходы под непосредственно выращивание этого ячменя, ну и другие какие-то затраты. Урожай в этом году хороший. С гектара берут 35 центнеров. Внешне пивоваренный ячмень практически не отличается от других сортов этой культуры. Но он требует особой технологии возделывания. Весной норма высева его значительно ниже. Во время сезона особый уход. И в результате урожайность пивоваренного ячменя выше, чем обычного. Отличается и подготовка к хранению. Сразу с поля каждая партия проходит исследование. В хозяйстве для этого оборудована лаборатория. От количества белка в зернах зависит класс культуры. От 9,5 до 12%. Ведь для различных сортов пенного напитка необходим определенный класс ячменя. Сразу смотрим белок влажности, белок по классам, чтобы нам сформировать бурты. А-класс, Б-класс, С-класс. Потом сразу же мы проверяем крупность и ставим их туда на растение. Большая часть урожая уходит в дело. Меньшая на семена. Под пивоваренный ячмень в Опеновском занято 5000 гектаров. Если партнеры сделают заказ, готовы сеять и больше. Тем временем уборка продолжается во всех хозяйствах региона. Викуловский район. С погодой местным аграриям не повезло. Самые трудные участки успели убрать, когда было сухо. Но весь урожай с этих полей повезут на зерносушилку. Она не останавливается ни на минуту. Когда только уборка началась, кондиция была влажность была 16-17%. Потому что было сухо. Но в данное время вообще зерно идет влажное. Очень влажное. За 30 влажность идет. Зато в Завдуковском городском округе зерно сухое. Уборка идет полным ходом. В хозяйстве озерки. Уже вышли на финишную прямую. Все лето переживали за урожай, но оказалось напрасно. Неплохое качество, скажем так. Есть, конечно, участки полеглые. Там, естественно, будет качество хуже. Но без этого никак. На начало недели тюменские аграрии убрали 90% площадей. В закромах около полутора миллиона тонн. За последние годы для региона это рекорд. Картофелеводы и овощеводы тоже зависимы от погоды. Сейчас эти культуры идут на зимнюю закладку. Частично. Ведь нужны деньги, чтобы рассчитываться с кредитами, например. Поэтому часть урожая продают, как говорится, прямо с полей. Конвейер практически не останавливается. С машины и в хранилище. В конце пути картофель уже отборный, чистый, но еще не готовый к зимовке. Технология закладки второго хлеба такова, что каждый клубень прежде проходит лечебный этап. Два-три кольца останавливаются, что на ночь. Берем, закрываем остальные, которые отсеки пустые, перегородки делаем и включаем, чтобы она вентиляция шла. И она заживляет вот эту всю шкурку. И все, и потом картошка хранится из-за этого нормально. На поле машинам тоже стоять некогда. В этом сезоне в хозяйстве Мальковское серьезное отставание. Годом ранее уборку картофеля завершили 25 сентября. А в этом еще 40% площадей не убрано. Погода, конечно, сыграла свою роль. Благо урожай неплохой. С гектара берут 250 центнеров. Хранилища уже загружены процентов на 80. Поэтому сейчас большая часть с полей идет на продажу. А еще нужно наверстать недобор самым первым картофелем. По ранней продукции мы не сумели в два раза меньше продать, чем в прошлом году. Это начинает давить вот на сегодня. И уже надо убирать. Отставание произошло где-то буквально на 3000 тонн. Это вот 5-6 дней надо работать. Вот они сейчас сказываются. Поэтому, естественно, продавать, продавать. С поля продают и морковь. Ее уборка дело хлопотное. Если на картофеле используют комбайн, то здесь только вручную. Ботву удираем, обламываем ее. И потом в рядочки складываем и затариваем сетки. А на хранение потом будем в контейнера. Трактор будет ехать с контейнерами. Будем складывать туда. Заказы идут большие, хорошие. Мы выполняем, стараемся сделать сколько нужно, чтобы убрать поскорее все, что на поле у нас есть. В целом по области картофеля собрали почти 170 тысяч тонн. При этом меньше трети полей еще ждут своей очереди. Овощей, конечно же, меньше около 20,5 тысяч тонн. А нужно пройти почти 60% площадей. Последняя культура, которая пойдет под нож, это капуста. Даже небольшой заморозок ей не страшен. Специалисты говорят, что еще слаще будет. Были случаи, когда эту культуру убирали даже в ноябре. Как помочь личным подсобным хозяйствам с реализацией продукции? Тему обсуждали на заседании общественного совета при департаменте АПК. За прошлый год небольшие хозяйства заработали 36,6 миллиарда рублей. Они произвели более половины сельхозпродукции в регионе. Но централизованный и четкий сбыт пока не налажен. Тем временем на трассе Тюмень-Омск приводит в порядок один из проблемных участков дороги. С этой новости начнем сельские хроники. На одном из самых проблемных участков трассы Тюмень-Омск идет ремонт. С 284 по 292 километр. За почти 50 лет существования проводили лишь ямочные работы. А последние лет 10 машины двигались со скоростью 30 километров в час. Строители обещают, что в середине ноября участок будет как новый. Дорожники подняли самые низкие места. Сейчас укрепляют основания. Для этого используют старый асфальт. Поверх уже существующей дорожной одежды укладываем слой усиления из щебня щебеночно-песчаной смеси 24 сантиметра. Потом сверху укладываем слой АГБ 15 сантиметров и замыкающий слой асфальтобетона 7 сантиметров. И потом 5 сантиметров верхнего слоя плотного покрытия. Шесть новых школьных автобусов появилось в Заводоуковском городском округе. Их приобрели по специальной программе за счет областного бюджета. Машины заменят отслуживший свой срок транспорт. Автобусы оборудованы ремнями безопасности, выдвижными подножками и ограничителями скорости. Новый транспорт получат две сельские школы и одна городская. Сейчас автобусы регистрируют и ставят на учет. У нас на сегодня все автобусы, которые задействованы на подвозе, соответствуют требованиям безопасности. И у нас теперь уже есть возможность заменить автобусы, которые у нас были 2006 года выпуска. Культурные мероприятия для жителей Заводоуковского села Гилёва скоро будут проходить в обновленном здании. За полвека службы оно уже обветшало и сейчас там идет капитальный ремонт. Строители заменили кровлю и уже приступили к внутренней отделке. Также перестроили сцену в зале, вскоре установят новые кресла. Всего на реконструкцию учреждения выделено более трех миллионов рублей. Дом культуры необходим в селе Гилёва, потому что здесь работают специалисты с профильным образованием. Здесь с каждым годом увеличиваются и клубные формирования, и разнообразные культурно-досуговые мероприятия. Население заинтересовано, чтобы дом культуры жил и работал. В Амутинском хозяйстве Бизон. Перезагрузка. На сельхозпредприятии выращивают крупно-рогатых специализированных мясных пород. И если раньше акцент делали на переработке, сейчас на племенных продажах. Видимо, все условия в муниципалитете есть, чтобы выращивать поголовье до 15 тысяч голов. В перерабатывающем цехе подготовка. Будут фасовать готовую продукцию. Бизон – сельхозпредприятие замкнутого цикла. Выращивают животных на мясо, перерабатывают и реализуют. Ассортимент, как водится, растет. Начали делать и хинкали, и манты. Также стали делать котлетки. Котлетки тоже очень вкусные. Хвалят у нас очень прикольные. Много людей своих, при том амутинских, и хвалят. В отдельном загоне бык весом 900 килограммов. Такую массу дают животные специализированных мясных пород. В Бизоне их выращивают. Начинали с гарифордов. Добавилось еще две породы – абраки и салерсы. Живут обособленно на разных отделениях хозяйства. В специальном помещении над корами находятся здесь гарифорды, напротив абраки. Кормят их три раза в день. Сенаж, зерносмесь. В общем, достаточно интенсивно. Ну, а все остальные животные на выпасах. Там они будут находиться до глубокой осени. Три года назад в хозяйство Бизон завезли первую партию – 138 гарифордов. Остановились на этой породе, потому что они непривередливы. Сибирские морозы переносят легко. Довольно быстро поголовье увеличили до тысячи. Хотели стадо довести до трех тысяч голов, но в 2015 году появился еще один инвестор, и планы изменились. Теперь здесь выращивают уже 8 тысяч животных, а будет в два раза больше. У нас 240 сотрудников трудятся на нашем предприятии. У нас идет расширение в этом году. Мы строим дополнительно 8 площадок, на которых будет содержаться от 100 голов до 400. Зимнее содержание, оно все-таки требует нахождения животных именно в закрытом помещении. Сейчас и в отделении Амутинское активно строят новые помещения. Оно будет одно из самых больших в хозяйстве. Но самое ценное, говорят специалисты, это маточное поголовье. В Бизоне акцент делают на племенную работу. Намерены в будущем продавать телят гирефордов, абраков и салерсов. А спрос на них не только в регионе, но и в России очень высокий. В Увасском районе могут открыть конно-спортивную школу. Пока это только идея местного фермера. Евгений Калмогоров начал дело в сельском хозяйстве с разведения лошадей. Пока занимаются семьей, но, как знать, может и рабочие места создадут. Ведь планы далеко идущие. Подсобное хозяйство Калмогоровых пока небольшое. Держат лошадей и кур. Сейчас, говорят, весь доход идет на собственные нужды. А дальше бизнес, реализация населению, мясо и молока. На этой неделе, наверное, в пятницу или в субботу поеду за коровами уже коров покупать, прикуплю. Ну, штучки три пока, потому что денег уже нету. Все деньги потрачены вот в эту стройку. И то она недоделана, видите, что много недоделок еще. В семье Калмогоровых обязанности по хозяйству давно распределены. Вся семья занимается. У меня жена с работы приходит и помогает все. Дети со школы приходят, тоже помогают. Младшая дочь только конями занимается, выгуливает их. Могли бы развернуться быстро, но финансов не хватает. Чтобы хозяйство успешно развивалось, необходимы немалые деньги. Я уже сколько потратил вот сюда, в эту конюшню? Сколько? Ну, миллион двести уже. Но фермер верит, что все у него получится. И помимо дохода от реализации сельхозпродукции, планируют в Увате построить еще и комнаспортивную школу для местных ребятишек. На этом, пожалуй, поставим точку. Этот и другие выпуски программы «Сельская среда» вы можете посмотреть на сайте телеканала «Тюменское время» на ютубе, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. О новых событиях в агропромышленном комплексе Юго-Тюменской области расскажу ровно через неделю. А пока удачи и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok